Морское дно На первый взгляд морское дно может показаться безжизненным. Но не торопитесь! В слое ила или между песчинками кишит невидимая человеческому глазу жизнь. Там обитают мелкие донные создания, которых называют киноринхи. Их длина составляет всего лишь от 100 микрометров до 1 миллиметра. Впервые они были описаны в 1841 году. В настоящее время известно около 250 видов, и их количество постоянно растет. Класс киноринх подразделяется вот на эти отряды. В дословном переводе на русский язык название класса означает «двигаю рылом» или «хоботом». Правда, хобота у киноринх нет, но головной конец этих животных действительно способен выдвигаться вперед. Большинство микроскопических животных обычно очень ловкие и быстрые, можно сказать, даже скачущие. Однако киноринхи совсем другие. Эти странные существа двигаются вперед довольно необычным способом. На голове киноринх находится венец плотных щетинок. Вытянув вперед голову, киноринха оцепляется головой и подтягивает все тело. Может показаться, что такой механизм движения несовершенный. Жидкость, которая заполняет пространство между внутренними органами, нагнетается сокращением задней части туловища, его передний конец. Голова с помощью головных щетинок закрепляется на какой-нибудь поверхности, а вслед за тем к ней подтягивается туловище животного. Так, шаг за шагом киноринха перемещается. Такой способ движения требует невероятно крепкой мускулатуры. И действительно, кроме продольных мышц киноринха обладает специальными спинно-брюшными парами мышц. При этом все тело расчленено на кольца, и каждому такому кольцу тела соответствует пара упомянутых спинно-брюшных мышц. На самом деле, мускулатура киноринх невероятно сложная. Поражает то, как мышцы прикреплены, как слаженно они работают и из чего состоят. Сложно предположить, что у этих малюток такая сильная мускулатура. Киноринхи – это свободно движущие те морские животные, которые распространены по всему миру. Обычно они населяют первые 3 см илистого или песчаного грунта. Лишь из-за недоступности кислорода они не могут жить глубже 3 см. Однако в морях они живут на разных глубинах. Киноринх находили даже на глубине 5300 м. В некоторых местах плотность популяции киноринх может составлять от 45 особей на 10 квадратных сантиметров. На глубоководьях до 10 особей на 10 квадратных сантиметров. Киноринхи очень мало изучены. Сегодня ученые не только активно описывают новые виды и роды киноринх, но и с энтузиазмом их изучают. Например, в 2016 году исследовали геном двух видов киноринх. Оказалось, что порядок генов в митохондриальных геномах у этих крошек уникален для всего царства животных. Вероятно, чем больше ученых будут их изучать, тем больше необычного и удивительного они найдут у этих мускулистых малюток. Иногда поражаешься тому, насколько же разнообразен животный мир и какие скрытые возможности он таит в себе. КОНЕЦ